МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости о НАПР-регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Уверены, что в ближайшее время такое смягчение по детским организациям произойдет. Перспективы курортного сезона. Депутаты Государственной Думы встали на защиту анапских здравниц. Собирает не только листья, но и мелкие бутылки пластиковые. Чистые улицы Анапы. Парк машин городских коммунальщиков пополнился новой техникой. Для меня, то есть утро, любое утро начинается с тренировок. ЗОЖ-навигация – здоровая нация. В Анапе подвели итоги конкурса и решили проводить его ежегодно. Анапские отели и здравницы примут кубанских медиков. Это врачи, которые сегодня работают с больными коронавирусом. Более 600 бесплатных путевок готов предоставить основатель проекта «Мираклеон». Его инициативу поддержали губернатор Краснодарского края и глава Анапы. Этот анапский отель работает по системе «Все включено». Комфортные номера, зал, ресторан, комнаты отдыха, спа-комплекс и насыщенная развлекательная программа. Персонал гостиницы встретил первых отдыхающих на этой неделе после снятия ограничительных мер. А сейчас сотрудники «Бетонбрюд» готовятся к заезду особенных гостей – медиков, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом. С инициативой о предоставлении путевок семьям врачей к губернатору Кубани обратился владелец сети «Мираклеон». В нее входят пять отелей и одна из крупнейших детских здравниц побережья «Жемчужина России». Идею поддержал губернатор края и глава Анапы Юрий Поляков. Наша инициатива принята, ждем от него поручения. Как только будет поручение от губернатора, мы в любое время готовы принять всех врачей, всех детей, всех семей врачей в любую минуту, в любой день. Пакет услуг мы даже не уменьшили, а увеличили. В этом году, если у нас в прошлом году были, мы по принципу «все включено», то в этом году по рекомендации, по предложению нашего министерства мы ушли на «Ультра все включено». И сегодня мы видим, после открытия коронавируса, мы видим, насколько сегодня востребован именно такой детский отдых и насколько сегодня много заявок поступает по нашим объектам. Работу анапских отелей оценили представители Министерства курортов и туризма Краснодарского края. По их словам, качество услуг в гостиницах и здравницах остается на высоком уровне, а стоимость путевок для гостей из других регионов России не превышает цены прошлого года. Анапа, конечно же, готова, нам это очень радостно. Борьба с коронавирусной инфекцией, вся ситуация, которая разворачивается вокруг нее, это абсолютно общее дело. Это задача и власти, и федерального центра, и региональных властей. Это задача волонтерских движений, которые они взяли на себя, и, конечно же, задача бизнеса. Мы очень благодарны, на самом деле, тем местам размещения, которые вышли с таким предложением. Благодарны тому бизнесу, который проявил социальную ответственность и готовность принимать врачей, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Кубанские врачи могут сами выбрать гостиницу для отдыха. Руководство Мерклеон предоставит более 600 путевок. В их числе места для детей-медиков в одной из крупнейших здравниц Анапы – «Жемчужине России». Для ребят со всей страны она откроет свои двери 1 июля. После первичного медицинского фильтра, если у ребенка все хорошо, он отправляется в корпус. В космос, в Сокол, в Приморский, либо в Солнечный. В зависимости от приобретенной путевки. Медицинское обследование и термометрия – теперь обязательная процедура перед заселением детей в комнаты. Если у ребенка будут выявлены симптомы вирусных заболеваний, его временно поместят в обсерватор, расположенный в отдельном корпусе. Благодаря собственной лаборатории врачи-жемчужины могут на месте сделать основные анализы. По путевке дети врачей смогут отдохнуть на Черноморском побережье полную смену – 21 день. Сейчас в правительстве Кубани устанавливают систему подачи заявок. Сеть «Мираклеон» сможет принять кубанских врачей до конца года. Никита Бойко, Ксения Сепко, Роман Беркалиев, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Что ждет санаторно-курортную отрасль и на какую поддержку могут рассчитывать анапские здравницы, в том числе и детские? На эту тему мы сегодня поговорим с депутатом Государственной Думы Светланой Бессараб. Сейчас она находится на связи с нашей студией. Стана Викторовна, вы одна из тех, кто первым встал на защиту интересов санаторно-курортного комплекса в условиях эпидемии коронавируса. Вот если действительно оказалась в сложной экономической ситуации, какие действия были предприняты на уровне Государственной Думы? Вы знаете, в самый разгар пандемии председателем Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володином было принято решение о немедленном создании при Государственной Думе Российской Федерации комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства. В наш адрес поступали огромное количество жалоб, обращений с криком о помощи от представителей различных отраслей российской экономики. И в этих условиях это было единственное верное решение поддержать, помочь на уровне комиссии. В состав комиссии при Государственной Думе вошла я от Краснодарского края, и руководством Государственной Думы мне было поручено создать рабочую группу по поддержке санаторно-курортной отрасли, детского оздоровления и отдыха, и социального предпринимательства. Нужно отметить, что несмотря на ограничительные меры, ни один кандидат не отказался войти в состав этой рабочей группы. По праву в ней место заняли лучшие специалисты нашей санаторно-курортной отрасли, министерств, ведомств, законодательных собраний различных регионов Российской Федерации. Это не только Краснодарский край, но и Ставропольский край, Республика, Крым, Севастополь, Алтай. Вся наша родина, в общем-то, представлена в нашей рабочей группе. И благодаря усилиям всех специалистов в самые короткие сроки удалось создать пакет предложений как по поддержке экономики, так и по смягчению мер ограничительных, которые были предусмотрены в первых рекомендациях Роспотребнадзора. А как отреагировали на Ваши предложения в Роспотребнадзоре? Какие аргументы Вы привели? Необходимо отметить, что для всех экспертов, которые работают в санаторно-курортной отрасли, те требования, которые впервые выпустил Роспотребнадзор в условиях ограничительных мер, они были невыполнимы. Наша рабочая группа провела системный анализ этих рекомендаций. И я лично обратилась к Анне Юрьевне Поповой на одном из видеозаседаний при Государственной Думе. И мы очень признательны, руководство Роспотребнадзора нас услышало, и действительно, те рекомендации, они были изменены в большей части. 20 мая вышли новые, значительно смягчающие условия работы с санаторно-курортных организаций. И вот уже благодаря этому с 1 июня наши санатории смогли открыться. Потому что, повторюсь, если бы требования Роспотребнадзора на тот период не были бы смягчены, наша санаторно-курортная отрасль не смогла бы открыться вообще. Сегодня действительно многие предприятия Санкура находятся в неравных условиях. Но, к примеру, санаторием необходимо провести тестирование персонала, а потенциальным гостям собрать кучу справок. А для гостиницы и отелей эти требования отменены. По сути, прямое нарушение конкуренции. Как быть в этой ситуации? Ну вот, к сожалению, да. Санаторно-курортная отрасль сегодня опять в тех же условиях, что, в общем-то, и на начало открытия. Потому что, с учетом объективного изменения ситуации, постепенного открытия тех или иных отраслей российской экономики в регионах, открытия гостиничного туристического комплекса в Краснодарском крае, у нас санаторно-курортная отрасль оказалась немного в таких жатых условиях, в жестких, я бы сказала, жатых условиях. Поскольку сегодня гражданам Российской Федерации, прибывающим на отдых, оздоровление в Краснодарский край, при прибытии в гостинице не требуется справка об отсутствии коронавирусной инфекции. А вот гражданам, прибывающим для оздоровления и отдыха в санаторно-курортной отрасли, такая справка требуется. Но более того, здесь еще и нарушение конкуренции, поскольку в санаториях требуется еженедельное тестирование всех, без исключения работников, это в том числе и горничные, которые, допустим, в средствах размещения гостиниц не тестируются. Мы бы поняли, если бы это требование касалось только медицинских работников, непосредственно оказывающих, например, массажные услуги, услуги по санторно-курортному оздоровлению и лечению. Но когда под такие требования подпадают, в том числе, персонал технический, обслуживающий, это совершенно неприемлемо, это действительно нарушение российского законодательства в части нарушения конкуренции. Для НАПы, конечно, крайне актуален вопрос о судьбе детских здравниц. Какие здесь вы видите перспективы, что делается для поддержки детского отдыха? Мы продолжаем взаимодействие с Роспотребнадзором. Мы получили ответную реакцию на наши предложения по смягчению, в том числе, требований к персоналу по детскому оздоровлению и отдыху. И уверены, что в ближайшее время такое смягчение по детским организациям произойдет. Но, кроме того, мы продолжаем взаимодействовать с Ростуризмом, буквально в ежедневном, наверное, телефонном уже режиме. Мы благодарны бесконечно руководству Ростуризма за то социальное партнерство, то взаимодействие, его уровень, к которому они всегда готовы. И мы видим отклик на наши предложения, например, по изменению АКВЭДа, в том числе, предоставлению АКВЭДа для детского оздоровления и отдыха. Хочу обратить внимание, что это как раз предложение профильного комитета Законодательного собрания Краснодарского края подкрасить, что называется, средства для детского отдыха, которые государство может направить в качестве преференции и сохранения уникальных детских здравниц, которые есть на территории нашей Российской Федерации. Ну и, конечно, непосредственно мы продолжаем работу по обеспечению взаимодействия с социальным блоком правительства Российской Федерации в отношении экономической поддержки санаторно-курортной отрасли. Впереди предстоит еще огромная работа. Я думаю, что эта работа продолжится не только в этом, но и в следующем году. Ваш прогноз развития ситуации. Какие вопросы, на Ваш взгляд, необходимо решать в первую очередь? Впереди предстоит еще огромная работа, потому что те предложения, которые нам были направлены в экономический блок правительства по включению, в том числе, преференций, льгот для представителей санаторно-курортной отрасли, они находят свои отражения, находят отражения в тех мерах поддержки, которые распространяются на малое и среднее предпринимательство. Мы понимаем, что нам предстоит большая работа по достижению взаимодействия между представителями санаторно-курортного бизнеса и кредитно-финансовыми организациями, потому что далеко не всегда готовы сразу банки предоставлять кредиты под те самые 2% годовых, которые предоставляются по решению нашего президента с целью сохранения занятости. Нужно сказать, что в санаторно-курортной отрасли занятость – это уникальные специалисты, которых ни в коем случае нельзя потерять, поскольку найти таких новых просто не представляется возможным, а создание такого банка данных работников, как в санаторно-курортных организациях, представляет определенную трудность. Поэтому мы будем поддерживать и требовать выполнения тех обязательств, которые возложил на кредитно-финансовые банки наш президент. Стана Викторовна, я благодарю вас за это интервью. Санаторно-курортный комплекс уже почувствовал изменения, однако говорить о том, что потерь удалось избежать, не приходится. О перспективах этого курортного сезона, ценовой политики и первоочередных задачах, которые необходимо решить, мы поговорили с нашим экспертом, известным анапским предпринимателем и экономистом Артемом Мусайряном. Все мы понимаем, что огромных усилий для бизнеса стоит на сегодняшний день удерживать эффективность работы своих предприятий. Сфера оказания услуг – не исключение. На сегодняшний день, благодаря принятым послаблениям, санаторно-курортный комплекс хотя бы вздохнул и смог запустить свою работу. Июль, август в любом случае это будут хорошие рабочие месяца, если не будет никаких чрезвычайных ситуаций, конечно же. Они в привычном для каждого предприятия объеме принесут достаточное количество денег для существования этих предприятий, для их развития, но покрыть убытки, я уверен, что они не покроют. Существует такое понятие, как плавающее ценообразование в сфере санаторно-курортных услуг. И когда загрузка в санаторий или в отель на каждый день растет и, скажем, пересекает те или иные пороги, цена возрастает. Это общая мировая практика формирования ценообразования с целью извлечения наилучшего экономического результата. Эта методика «Ясна как день» используется и будет использоваться. Но взвинтить цены в столь короткий период на 40-50%, как это прогнозируется, это невозможно. Клиенты попросту откажутся. Могу сказать на примере своих предприятий, что цены на июль месяц мы уже опустили, потому что предварительная загрузка в 20-25% не обещает ничего хорошего. Существует множество проблем, с которыми столкнулись предприятия санаторно-курортной отрасли. Одна из которых – это кадровая проблема. Конечно же, есть огромная проблема, которую подчеркнула госпожа Бессараб. Это проблема, связанная с необходимостью предоставления справок для гостей, которые прибывают в санатории. И, несмотря на это, в гостиницах и отелях такая необходимость отсутствует, что является просто нелогичным. Я считаю, в свою очередь, что это, мягко говоря, просто кто-то где-то что-то не усмотрел. И этот момент срочным образом необходимо поправить, потому что элементарно это приводит к неконкурентной способности. Люди по посту отказываются, ведь это дополнительная суета и волокита с тестами, с бумажками и так далее. Так что, конечно, да, этот аспект стоит отметить. И в срочном порядке для санаториев и пансионатов и здравниц такого рода необходимо отменить справочный режим. К предпринимательскому миру и всем предприятиям санаторно-курортной отрасли не стоит расслабляться и быть обнадежными и ожидать невероятный сезон в 2020 году. Я считаю, что расслабляться не нужно и нужно выполнять свою работу крайне качественно. Сегодня второй день досрочного голосования по поправкам в Конституцию России. Жители Кубани принимают в нем самое активное участие. По последним данным Краевого избиркома, бюллетени получили 412,5 тысяч человек. Это почти 10% от общего количества граждан, включенных в списки для голосования на территории Краснодарского края. За процессом следят более 7,5 тысяч наблюдателей. Информации о нарушениях нет, санитарные требования соблюдаются в полном объеме. Я вижу, что организовано хорошо, обеспечена безопасность в соответствии с рекомендациями санитарно-эпидемиологической службы Кубани. При входе проверяется температура, есть маски, есть и другие вещества, которые помогают обеспечить эту безопасность. С 25 числа уже идет это голосование. Надо приходить и проголосовать, потому что это очень важно. И к другим темам. Новую мусороборочную технику получили анапские коммунальщики. Она российского производства и по некоторым позициям превосходит зарубежные аналоги. В этом убедился наш корреспондент Руслан Душевский. Вакуумно-подметальная машина УКМ-25 – это настоящий мобильный комплекс по уборке городских улиц и особенно при бордюрной части дорог. Таким большим пылесосом можно за считанные часы очистить сразу несколько кварталов. Там, где техника не может добраться до места загрязнения, у оператора есть возможность сделать это вручную. Вадим Иванов устроился на работу в МКУ «Ремстрой» совсем недавно и сразу получил в пользование новую машину. Особых сложностей в управлении нет. Большую часть операций выполняет бортовой компьютер. Новая техника, комфортная. Выбираем улицы, облегчаем работу дворников. Собирает не только листья, но и мелкие бутылки пластиковые. А в автопарке «Ремстрой» полным ходом идет инструктаж сотрудников. На предприятие поступило еще две машины УКМ-25. Также ряды спецтехники пополнили два мобильных самосвала для сбора крупногабаритного мусора и три универсальных МАЗа, на которых может меняться навесное оборудование в зависимости от потребностей в конкретное время года. Вся техника отечественного производства и не имеет аналогов среди российских производителей. Мы привыкли, что только импортная техника соответствует качеству, каким-то потребностям. Сейчас уже мы в рамках импортозамещения дошли до такого, что ничем не уступаем, а во многом даже превосходим. И имеем более конкурентную цену. Наличие запчастей всегда не приходится ждать. И, соответственно, наличие сервиса, что нет у импортных аналогов. Поступление новых машин решает сразу ряд серьезных задач, одна из которых – снятие рабочей нагрузки надворников. Если мусор на дороге ранее убирался вручную, то теперь этим займется спецтехника. А уборщики улиц смогут уделять больше внимания пешеходным зонам, своевременной чистке урн и сбору ТБО на тротуарах и клумбах. Мы постараемся сделать наш город гораздо чище. И, уважаемые наши жители, тоже цените наш труд. Не мусорите в городе, не заваливайте улицы хламом. Тот, что у вас скопился годами в сараях и в домах. Заказывайте технику для вывоза отдельно. За это вам отдельное большое человеческое спасибо. Сейчас автомобили проходят тестовые проверки и ставятся на баланс предприятия. После получения государственных номеров техника в полном составе выйдет на уборку города. Руслан Душевский, Анапа, регион. В Анапе подвели итоги онлайн-конкурса «ЗОЖ-навигация – здоровая нация». В нем приняли участие многие жители курорта. Они выкладывали в социальные сети видеоролики, информационные посты и челленджи, посвященные спорту. Из-за популярности «ЗОЖ-навигации» организаторы решили сделать конкурс ежегодным. И даже запустили новый онлайн-проект. Анапские студенты, ученики школы, работающие молодежь и представители администрации курорта. Всех их объединяет любовь к здоровому образу жизни. Виктория Голуб спортом занимается с детства. Начинала в танцевальной студии, теперь Анапчанка поддерживает форму в фитнес-залах. Для конкурса «ЗОЖ-навигация» Виктория не просто сняла ролик со своей тренировкой, но и рассказала о том, как правильно выполнять упражнения. Чтобы привести себя в форму, нужна лишь фитнес-резинка и несколько минут свободного времени каждый день. Для меня, то есть, утро, любое утро начинается с тренировки. Я как-то к этому приобщилась, лет пять уже, наверное, занимаюсь. Я переехала в Петербург, и там меня как-то девчонки подсадили, и я так и не слезла. В конкурсе было выбрано 10 победителей в 4 номинациях и обладатель приза зрительских симпатий. Награды – полезные девайсы от Совета молодых депутатов. Портативная колонка, наушники, пауэрбанк, а также абонемент в спортзал и сувениры от организаторов. Молодежь у нас очень активная. Пришлось сегодня на награждение. Это лидеры, победители, но помимо них участвовало еще более 50 человек. Мы сами, как молодые депутаты, подали пример именно своими физическими упражнениями. Все, кто что смог показать. Таким образом запустили и придали новую волну этому челленджу. Она приняла новый оборот. И в сегодняшний день, подведя итоги, вы видели, что сегодня была и молодежь, были и более старшие возрасты, кого сегодня наградили. Я считаю, что этот конкурс полностью удался. И нам удалось его поднять на какой-то такой некий уровень. Мы надеемся, что эта традиция будет продолжаться дальше. Из-за популярности ЗОЖ-навигации организаторы решили сделать конкурс ежегодным. Управление по делам молодежи, семьи и детей и Совет молодых депутатов запустили новый онлайн-проект, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. В нем могут принять участие все пары курорта. Выкладываем семейные фотографии, пишем, как вы познакомились, после чего отмечаете в старой, так скажем, уже сложившейся схеме, отмечаете нас. Мы делаем репосты и выбираем, у кого самая интересная и удивительная, так скажем, история знакомства и лучшая фотография. Будет такая номинация. Призом будет это ужин в ресторане нашего города. Конкурс стартует уже сегодня. Посты необходимо выложить в социальные сети Инстаграм и ВКонтакте с хэштегами, которые вы видите на своих экранах. Награждение победителей пройдет 8 июля в день Петра и Февроньи. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Напомню, что все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. Чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на наш Ютуб-канал, а также аккаунты в Инстаграме, Фейсбуке и ВКонтакте. Далее информация о партнерах нашего выпуска. Я же с вами прощаюсь до понедельника. Хороших выходных. Берегите себя и своих близких. Свежие овощи и фрукты, крупы и молочную продукцию от кубанских производителей можно приобрести на оптово-розничной базе в районе санатория «Россиянка». Большой ассортимент, низкие цены и бесплатная парковка для посетителей. Все это на оптово-розничной базе «Альтернативе восточному рынку». Анапа, улица Кольцевая, 15, поворот на Чембурку.